Конфликт на границе Киевской Украины с Донбассом продолжает медленно тлеть. Американцев это не очень устраивает. В секретных лагерях американские инструкторы готовят из нищих украинцев диверсантов и пачками забрасывают их за линию разделения. Такса оплаты в долларах. Стреножат таких горе-рейнджеров ополченцы каждый день. О том, что происходит на тренировочной базе под Харьковами, как ловят ее выпускников в Донбассе, прямо сейчас, в эксклюзивном репортаже Антона Лядова. Первомайск, Луганская область. Незаживающая рана на карте Донбасса. Этот район называют кварталом-призраком, несмотря на перемирие. Снаряды прилетают сюда регулярно, причем бьют не наугад. По координатам, прямой наводкой. Вот это ж оно рвануло три раза сюда. А украинцы, вот я вам скажу, километр или меньше, 800 может метров, диверсанты. Вот они лезут сюда, вот посадочка. Ездили не на дрезине, по путям. Ставят дрезину и по нас. И по нас, и по нас, и по нас. На территории Первомайска ремонтные предприятия, три завода и, главное, угольные шахты. С целью захватить хотя бы некоторые из них до начала холодов, Киев регулярно забрасывает сюда диверсионные группы. Они помогают корректировать огонь. Заранее человек вывешал определенного цвета ленточки. То есть... Где вывешивал? На деревьях, на кустарнике, которые мало привлекают внимания прохожих. Красный цвет, это до километра там или на 800 метров, да, и направление обычно белым цветом. Когда подъезжала диверсионная группа на автомобиле легковом, в течение минуты они устанавливали миномет, зная направление стрельбы и дальность, отстреливали, и в течение минуты они выезжали. Такие группы сейчас работают на всей территории Луганской и Донецкой республик. Каждый день ополченцы ловят до трех диверсантов. Большинство рядом с линией соприкосновения. За поворотом уже начинаются позиции украинских военных. Там стоит 128-я горнопехотная бригада. Через день с этого блокпоста на территорию Луганской народной республики отправляются диверсионные группы. По мосту, по асфальту они, конечно, не идут. Как правило, они идут либо по зеленке, вот по этим полям, дальше переправляются через реку. В каждой диверсионной группе по 8 человек. В ней обязательно снайпер, пулеметчик и группа прикрытия. Переходят либо в гражданском, либо в форме с логотипами ДНР и ЛНР. Оружие с собой много не берут. Основное находят там, где готовят операцию. Сергей Радулов отвечал за то, чтобы обеспечивать оружием группы диверсантов, пробиравшихся в Дебальцево. Подъехала машина, и мне передали сумку, чтобы я ее спрятал. В НИСК сообщили, что там находится оружие, и я должен был его спрятать в схрон, в подходящее место, чтобы никто больше не обнаружил. В схроне был автомат Калашникова, 13 гранат. Схроны, замаскированные ямы с оружием, как правило, готовят в лесах, рядом с местом, где группе предстоит работа. Один мы обнаружили во время съемки патрулирования ополченцев в 40 километрах от Луганска. Наш оператор, двигаясь спиной, едва не наступил в него. Когда вам была заложенность? Ну, предположительно, где-то около месяца назад. Судя по траве и высохшим остаткам земли, где-то с месяца назад. Патроны, два цинка, 5,45, такое вооружение, обычно, ну, для четырех человек. Чтобы вычислить, где живут командиры ополчения, украинские диверсанты используют агентов, людей, ориентирующихся на местности. Это Елена Шабунина, работала с батальоном Айдар. Я показала, что в этом доме живет тот человек, которого я видела в форме. Ополченец. Ополченец. Они окружили дом, зашли в дом. Там в это время была мама с сыном. Смотрю, ребенка моего с автомата толкают в туалет. Вот там он в туалет. Ну, он так толкнул его в пистолет, делал же автомат, и его в туалет. Смотрю, отсюда еще бежат двое. Поставили к забору, стой, не отходили, иначе будем стрелять. Загрузили нас. Привезли сразу, нас высадили и в яму. В яму? Да, в яму. В земле прямо? В земле. Где там метр, метр двадцать глубиной. В качестве вознаграждения за информацию Елене бойцы Айдара выделили целый дом, который на тот момент был пустой. Сейчас она задержана. Во время следственного эксперимента жители деревни узнали ее. Как выяснилось, эту семью Елена знала больше двадцати лет. Я тебя, сука, задушу. Дитя в погребе три месяца просидела мне за своей милостью. Была бы моя воля, я тебя, сука, убила бы своими руками. Большую часть диверсионных групп курирует главное управление разведки Украины. За один выход они получают примерно тысячу долларов. Этого человека зовут Алексей Мирошниченко. Сейчас он на стороне ополчения, но еще три месяца назад работал на украинскую разведку. Вместе с сотрудниками киевских спецслужб проходил обучение на секретных полигонах. Село Верхняя Писаревка, Харьковская область. Под видом базы отдыха здесь работает тренировочный центр украинских диверсантов. Как только сотрудники заметили, что мы снимаем базу на телефон, к нам на хвост сели два автомобиля с военными. Здесь мы сейчас видим полигон для учения. Вот мы мимо проезжаем сейчас. У вас о препятствии это было? Подготовкой и заброской указанных диверсионных групп на территорию Луганской Народной Республики руководит первый заместитель департамента военной контрразведки Андрей Таранов, его предшественник Валерий Кондратюк, который, по имеющимся данным, был завербован сотрудниками ЦРУ. Вот он тот самый Андрей Таранов. Окончил Академию Вооруженных сил Украины, участвовал в боевых действиях в Югославии в составе контингента ООН. В Израиле работал в качестве аташе по вопросам обороны при посольстве Украины. Свободно владеет русским, английским, читает и переводит с сербо-хорватского. До событий на Майдане около года находился на пенсии. Сразу после стал отвечать за разведку. Лично ездил в Вашингтон договариваться о поставках оружия. Американский Сенат принял решение выделить Украине на следующий год 300 миллионов долларов. Украина ожидает получить от американского народа оружие, которое поможет сдерживать врага. Валерий Кондратюк – этот упитанный человек в форме. В СБУ отвечает за передачу информации от американских спецслужб украинским. Он же курирует подготовку диверсантов. Для того, чтобы прийти обучение, ну, хватает где-то две недели. Руководят данными группами, учениями непосредственно американские граждане. Львов, Яворовский полигон. Американские инструкторы показывают, как пробраться в тыл. Шаг первый – преодоление колючки. Один прикрывает, двое приподнимают проволоку. Шаг второй – бесшумное передвижение с автоматом на локтях. Шаг третий – атака. Во время стрельбы американский инструктор бережно придерживает бойца за плечо. Большая часть обучения на английском, но среди американских военных есть и русскоговорящие. После стрельб бойцы подбадривают друг друга. Прислушайтесь. Самое сложное – это изменить традиционную методологию, которая осталась со времен Советского Союза. Мы стараемся научить их работать в команде, вырастить командиров более мелких подразделений, чтобы они сами могли принимать решения во время заданий. Эксперты подчеркивают, инструкторы, которые обучают диверсантов, выходцы из лучших подразделений армии США. Их еще называют «зеленые береты». На военной базе «Форт Брэк», штат Северная Каролина, их обучают работать с русскоговорящим населением. Напарник говорит по-русски, и это ключевой момент в данном задании. Мы не хотим вредить вас, мы просто хотим поговорить с тобой. Уроком именно подрывного дела американские инструкторы посвящают больше всего времени. Секреты того, куда закладывают взрывчатку, раскрыли для местной журналистки. То есть что, под детскими игрушками гранаты прячут? Да. То есть вот так лежит игрушка, ты поднимаешь игрушку, и контакты срабатывают? Да. Наступил, и все. Лежу, кричу. Прогуливался по одной той дорожке уже в течение полугода. Я ходил, там люди ходят на велосипедах, бабушки, дедушки на дачу там ходят. Если все пойдет хорошо, Павел сможет надеть протез уже через несколько недель. Саша, ему 21, вряд ли встанет в ближайшие месяцы. Растяжку он так и не увидел, она была присыпана землей. Из-за повреждения нервной системы руки и ноги у него теперь двигаются непроизвольно. Но врач говорит, что ему еще повезло, и не только чтобы ободрить Сашу. Он в сознании, скорее всего, все слышит. Количество людей, которые подорвались на украинских минах, пока шли на рыбалку, за грибами, или просто прогуливались, уже идет на сотни.